Привет, меня зовут Сымар и я в Стамбуле. Изначально в Стамбуле мы сняли квартиру на неделю, но потом пробили еще, и еще, и еще, правда это все была не одна и та же квартира, пришлось немножко попереезжать, потому что одна и та же квартира бывала занята, но это были недолгие, недалекие переезды, а после Хургады, после Египта, после этого локдауна в пустыне, это все было такой мелочью. Вокруг был Стамбул, и это было супер кайфово. Так как это был не первый наш летит Стамбул, и все остальные исключательности уже были посмотрены и обфотканы, В этот раз мы просто наслаждались городом. Ходили по кафешкам, сидели в парках, сидели с видом на босфору, плавали по босфору, гуляли, гуляли, гуляли и еще раз гуляли. Да, и конечно же, много работали. На самом деле, я в Стамбуле уже без трех дней месяц, просто как-то не было желания ничего снимать, просто хотелось гулять, 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 наслаждаться этим прекраснейшим городом. Раз уж я вам тут показываю Стамбул, давайте покажу, расскажу о нескольких беспенчайкиностях. Вот, например, египетский базар, он же Спайс Базар. На нем продаются, как видно из названия, специи, сладости и всякая атмосферическая хохлама. А это Гранд Базар или Большой базар, центральный базар Стамбула, главный акцион для туристов. Он очень клевый с точки зрения павильона, то есть посмотреть вверх, там очень классно, роспись древняя, арки эти все. Но в целом, это самый обычный рынок, в котором все продается по несколько завышенным ценам. Да, и кстати, это же Стамбул, это Турция, поэтому здесь приняты торговаться. Если не торговаться, вас обдерут как липку, но если умеете подходить к делу с огоньком, то можно сбить цену, ну, 3-4 раза. А это уже самый обычный фермерский рынок выходного дня. На один день в неделю улица переграживается, и местные фермеры продают фрукты, овощи и всякую сельхозпродукцию. Если к этому моменту вы еще не захлебнулись слюной, то я отобью вас танцем, точнее турецкими сладостями. Даже если вы не очень любите сладкое, я очень советую пробовать сладости именно в Турции, потому что таких сладостей, как в Турции, лично я не пробовал больше нигде, они офигенные. Но хватит о пище телесной, поговорим о пище духовной. Есть в Стамбуле такая крутая локация, называется Ая-София. И пару лет назад вокруг нее было очень много шума. Почему? Потому что раньше это был храм, а потом из него сделали мечеть. И были большие возмущения христиан, что мол, как так, христианская святыня. Но, ребятки, Ая-София за свою историю была храмом-мечетью, храмом-мечетью, храмом-мечетью много раз. Тем более, что когда она стала мечеть, она стала, во-первых, бесплатной, вход бесплатный. Во-вторых, там особо ничего не изменили, просто на время намаза мусульманской службы занавешивают лики святых. Все. И под конец я хочу сказать, что Стамбул, на мой взгляд, это город, в который нужно полететь. Я знаю, что многие летают в Турцию на курорты и вообще считают ее курортной страной, страной пляжей, отелей, моря. В Стамбуле нет пляжей, там не возят пакетные туры или возят, не знаю. В любом случае, Стамбул, город, в котором стоит побывать. И для понимания города стоит пожить хотя бы недельку, а то и месяц. Он очень крутой. И вот так в Стамбуле прошло пять с половиной недель. Кстати, вот такую квартирку мы снимали здесь за, ну, где-то 400 долларов в месяц обошлось. Я, как обычно, снимаю, как обычно, снимаю, когда мы уже собрались. А это новый участник команды Большой Красный Чемодан. Он реально большой и красный. А мы уезжаем из Стамбула. Из Стамбула мы выезжали часа четыре, наверное. Потому что город очень большой и чертовы пробки. Редактор субтитров А.Семкин А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Дальше будет много Турции. Очень много Турции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова